Сейчас на острове Хейса, это земля Франца Иосифа, идет погрузка судна инженер Трубин. Он увезет с острова собранный мусор, замазученный грунт, металлолом, строительные отходы. Это будет уже второй рейс, но часть объектов при уборке осталась нетронутой. Они представляют историческую ценность. В отборе экспонатов будущего музея участвовал Юрий Камболин, преподаватель факультета журналистики Петербургского университета, бывший моряк, а в этом сезоне и сотрудник национального парка «Русская Арктика». При этом еще и поэт. Материал Ирины Скалиной. Поставить крест в данном случае означает сохранить. Для будущего музея, для исследователей, а может даже и для использования. Говорят, что пусковая установка метеоракет вполне в рабочем состоянии. Юрий Камболин когда-то был моряком. Восемь лет ходил в море, но, говорит, не предполагал, что через четверть века вернется к водной стихии, да еще и в Ледовитый океан. А стихия сразу вдохновила, и два корабля отошел от причала. У меня не было еще такого случая, хотя у меня два венка уже написаны, не было такого случая, чтобы я в течение двух дней, ну, двух-трех дней написал целый венок. Это какой-то прорыв. Венок – это венок сонетов, сложная поэтическая конструкция. Специфика здесь такая, что сначала пишется самый последний сонет, магистральный. Он и определяет тему. В данном случае «Суровое море» навеяло автору тему печальную. Вот этот поход наш, вот этот выход в Ледовитый океан навел меня на мысль, что человек, мой лирический герой, выходит в море, чтобы похоронить в Ледовитом океане свою любовь. Юрий Камболин вел подробный дневник, в котором и встречи с медведями, и дни тяжелой работы. Лето на Хейса было весьма относительным. На улице мороз, и снег местами по пояс, сильные ветра. Удалось сделать и пару находок. Остатки аэросаней с фанерной кабиной, передвижной паровой котел. Все объекты фотографировались, описывались, фиксировались. На острове Хейса был огромный по артическим меркам объект, почти городок. Здесь, на станции имени Кренкеля, могло одновременно проживать до 200 человек. Все здания, которые сохранились, кстати, в неплохом состоянии, решено оставить. В этом сезоне с острова уже вывезли 5000 тонн мусора. А питерский преподаватель журналистики за два месяца в Арктике написал более 80 стихотворений. Расбольный ветер с северо-востока показывает силу нам и власть. Такая вот дорожная морока. Недопустима здесь ни зависть, ни обида. И улеглась душевная карьера. Юрий Камболин планирует обязательно выпустить книгу по итогам своего арктического лета. Тем более, что для венка саннетов уже есть название «Ледовитый океан». Ирина Скалина, Николай Гернет, остров Хейса, Земля Франции, Иосифа. Новости 24.